Пророчество преподобного Паисия Святогорца Афонского Старец Паисий отошел ко Господу в 1994 году. 13 января 2015 года он был прославлен в лике святых. Одного ребенка среди многих перемещенных семей из Фарска-Падокийских, перед их отъездом в Грецию, святой Арсений Кападокийский окрестил и дал ему свое имя, пророчески сказав, «Хочу оставить после себя монаха». Старец Паисий подвязался в бесчисленные дни и ночи, прежде чем нашел ответы, полностью вдохновленные благодатью Божией. Летом 1987 года Старца спросили о будущей Всемирной войне, той, которую называют Армагеддон и о которой сообщают Писания. С отеческой заинтересованностью он сообщил разные сведения и даже захотел открыть определенные признаки, которые нас убедят, что мы действительно находимся в поколении Армагеддона. Итак, он сказал, когда услышите, что воды Ефрата турки перекрывают в верховьях плотины и используют их для орошения, тогда знайте, что мы уже вошли в приготовление Великой той войны, и таким образом приготовляется путь для 200-миллионного войска от восхода солнца, как говорит Отковение. Среди приготовлений есть и это, должна пересохнуть река Ефрат, чтобы могло пройти многочисленное войско. Здесь имеется в виду не то, что без этого невозможно переправиться через реку, а предсказанный в апокалипсии признак, предваряющий начало Всемирной войны. Время и сроки находятся в руках Божьих, но некоторые признаки их приближения, знамения конца времен, открыты в Священном Писании. Хотя, старец улыбнулся в этом месте, если 200 миллионов китайцев, когда прибудут туда, выпьют по одной кружке воды, они осужат Ефрат. Мне говорили, что армия Китая в настоящий момент составляет 200 миллионов, имеется в виду мобилизационные возможности. То есть, то конкретное число, о котором пишет Святой Иоанн в Откровении. Нужно, однако, большое внимание и просвещенный чистый ум, для того, чтобы мы могли различать знамения времен. Так как, некоторым образом, бывает все так, то их не могут различать те, кто не заботится об очищении сердец, и в результате легко заблуждается. Предположим, что кто-то знает, что для того, чтобы прошла миллионная армия, должна высохнуть река Ефрат. Однако, если ожидает, что это произойдет чудесным способом, то есть откроется, предположим, большая трещина и исчезнет вся вода, тогда такой человек будет в заблуждении, ибо не позаботился через чистоту сердечную войти в дух Писаний. Нечто аналогичное случилось и с Чернобылем. В Откровении Святой Иоанн Богослов сообщает, что видел звезду, упавшую с неба, и поразившую воды и людей. Те, однако, кто ожидает, что упадет с неба звезда, уже давно в заблуждении, и никогда не поймут, что это уже осуществилось. «Чернобыль в России означает полынь, и мы видим, что причинен огромный вред, и он будет еще больше с течением времени, то есть с течением времени станут известны масштабы произошедшего». Господин Д.К. посетил Старца. В то время СССР был очень сильный во всех отношениях, и никто не мог даже предположить, что он может разрушиться. Было еще при власти Брежнева. Старец, между прочим, сказал ему, «Увидишь, что скоро СССР развалится», господин Д.К. возразил, «Но такую крепкую мощь, Геронта, кто развалит? Из-за ноготка его не смеют дотронуться. Увидишь». Старец предсказал, что СССР развалится, и что господин Д.К. будет еще жив и увидит это, несмотря на то, что он был уже в возрасте. И продолжал Старец, «Знаешь, что и Турция развалится? Будет война два с половиной года. Мы будем победители, потому что мы православные. Геронта, потерпим ли мы урон в войне? Э, самое большее, один-два острова займут. А нам отдадут и Константинополь. Увидите, увидите. Сегодня читать пророчество, как читать газету. Так все ясно написано. Помысл не говорит, что произойдут многие события. Русские займут Турцию. Турция же исчезнет с карты, потому что одна треть турок станет христианами. Одна треть погибнет, и одна треть направится в Месопотамию. В Средний Восток станет ареной войн, в которых примут участие русские. Прольется много крови, и даже китайцы перейдут реку Ефрат, имея 200-миллионную армию. И дойдут до Иерусалима. Характерной приметой, что приближаются эти события, будет разрушение мечети Амара. Так разрушение ее будет означать начало работ по воссозданию храма Соломона, который был построен именно на том месте. В Константинополе пройдет великая война между русскими и европейцами, и прольется много крови. Греция не будет играть первенствующую роль в этой войне, но ей отдадут Константинополь. Не потому, что перед нами будут благоветь русские, но потому, что не найдется лучшего решения. И договорятся совместно с Грецией, причем на них будут давить трудные обстоятельства. Греческая армия не успеет подойти туда, как город будет ей отдан. Евреи, поскольку будут иметь силу и мощь европейского руководства, обнаглеют и проявят себя с бесстыдством и гордостью, и постараются управлять Европой. Тогда и две трети евреев станут христианами. К сожалению, сегодня в богословии проталкиваются люди, не имеющие отношения к церкви, и с абсолютно мирским мудрованием, которые говорят разные вещи и совершают непозволительные действия, с целью сознательно удалить в свои позиции христиан от веры. Они будут строить многие козни, но через гонение, которое последует, христианство всецело объединится. Однако не так, как хотят те, кто махинациями устраивает всемирное объединение церквей, желая иметь во главе одно религиозное руководство. Объединиться, потому что при создавшемся положении произойдет отделение овец от козлок. Каждая овца будет стремиться быть рядом с другой овцой, и тогда осуществится на деле едино стадо и един пастырь. Вникаешь? Видим, что это отчасти уже осуществляется. Христиане, ты видел, уже начали чувствовать, что они находятся в нездоровом климате и постараются избежать болезненных ситуаций, и притекают тысячами в монастыри и церкви. Скоро увидите, что в городе существуют две части людей, те, кто будут жить блудно и далеко от Христа жизнью, и остальные, которые будут притекать на бдение и места поклонения. Среднего состояния, как теперь, не может более существовать. Брат спросил старца о событиях в Сербии, и тот, между прочим, сказал, европейцы сейчас делают ради турок в независимой области, где живут мусульмане, Босния и Герцковина. Вижу, однако, что разделят Турцию благородным способом, восстанут курды и армяне, и европейцы потребуют сделать самостоятельными и эти народы. Скажут тогда Турции, «Мы вам сделали одолжение там, теперь подобным образом должны получить независимость курды и армяне. Так благородно разделят на части Турцию. Константинополь будет обязательно взят у турок, но его возьмем не мы, греки, потому что большинство нашей молодежи опустилось и не способно от такое. Бог устроит так, что другие возьмут город и отдадут его нам, и тем решат свою проблему. Старчик, как мы поймем, что война уже близко? Когда, говорит, услышишь по телевидению тему о милях, об удлинении миль в зоне морского побережья, тогда и поймешь, что война приближается. Продолжение следует. После провокации турков, русские спустятся в проливы Босфор и Дарданеллы, но не для того, чтобы помочь нам. Они будут иметь собственные интересы, но сами того не желая, помогут нам, грекам. Турки будут защищать проливы, потому что они имеют стратегическое значение, и подведут туда новые войска. Тогда и другие государства Европы, Англия, Франция, Италия, и еще 6-7 государств ЕС, увидят, что Россия захватывает часть территории, и скажут, не пойти ли и нам туда? Может возьмем какой-то кусок земли? Все захотят отхватить львиную долю. Так вступят европейцы в войну. Россия будет продолжать войну после гибели Турции, вплоть до Персидского залива, и остановит войска под Иерусалимом. Западные державы будут требовать от русских вывезти войска с Ближнего Востока в течение 6 месяцев. Россия, однако, не выведет свои силы, и западные державы начнут собирать войска, чтобы напасть на русских. Начнется мировая война, которая приведет к потерям. Мы будем наблюдать резню, города станут трущобами. Мы, греки, не будем участвовать в глобальной войне. Турция получит удар с севера. Это будет великая катастрофа, но греческая кровь не прольется. Что касается Константинополя, им будут управлять русские, греки и европейцы. Старец сказал, что до того, как курды и армяне создают свои государства, Турцию опустошит холера. Преподобный Паисий много говорил о грядущих войных событиях, не для того, чтобы мы уделяли много внимания ожиданиям грядущего, но для того, чтобы уповали на Бога, и же всем человекам хочет спастись и в разум истины прийти. Старец Иосиф Ватопецкий писал, для верующих пророчество не имеет большого значения, так как оно не сообщает нам чего-то нового, что мы должны знать. Мы живем верой, а не видениями. Потому-то не нужны нам сведения о том, что произойдет в будущем, чего ожидаем и так, и что в свое время нам станет известно. Через пророчество, обращаясь к нам, Бог говорит, что верен Он во всех словах Своих и подкрепляет наше терпение, открывая и показывая своими действиями, что пребудет с нами всегда. Эту же цель имел в виду и преподобный Паисий Святогорец, открывая будущее судьбы Греции и мира. Многие греки боятся турков, ибо их население становится все больше. Скоро их будет несколько миллионов. Это не имеет никакого значения. Сущность в том, кто прав и кому помогает Бог. В угрозах со стороны Турции Старец говорил, пусть угрожают, они не причинят нам вреда, они не смогут ничего сделать. Бог с нами, не переживай. Чтобы они не сказали, их судьба будет намного хуже нашей. Доброславит вас Матерь Божия, и не беспокойтесь, Кипр освободится от турков в наше время. Турция разделится. Многие страны имеют проблемы, но для нас проблем не существует. Надежда на Бога и вера. И все у нас будет хорошо, дети мои. Дети мои, Бог всесилен. Стоит ему немного направить умы сильных мира сего, все может произойти. Для Бога нет ничего невозможного. Старче, сегодня существует миллион людей, которые не познали Христа, и совсем мало тех, кто уверовал в Него. Что же будет? Производят события, которых потрясут народы. Это не будет еще второе пришествие, но божественное вмешательство. Люди вернутся в веру, будут просить, чтобы им рассказали о Христе, потянут за руку, иди сюда, сядь, расскажи мне о Христе. И старче, кого-то больше занимает сатана, и они тратят на него время, и не уделяют дотойного внимания Христу. Мы не должны бояться и переживать за это, но мы должны знать, чтобы не случилось так, что мы были бы с печатью, сами того не понимая, чтобы потом не произошло что-то страшное. Огонь, что вспыхнул на Балканах, разгорится. Православный народ и Балкан столкнутся с войсками НАТО на территории Турции, которые исчезнут с карты мира. Кипр получит большую пощечину от турков, но это будет временно. Из наших корней вновь возродится Византия. Мир всегда управляется Словом Божиим. Им не управляют ни американцы, ни европейцы. Они могут господствовать недолго, Бог им разрешает, чтобы они наказали сами себя. Те, кто разрушили Византию, не были турки, были крестоносцы, европейцы, католики, которые спровоцировали турков на разорение Византии. Бог соберет их в одном месте, они будут повержены. Вы еще молоды, вы это увидите. Скоро произойдет большое крушение. Армагеддон. То, что сейчас началось на Балканах, уже не остановить. Тот, кто захочет помешать развернуться русскому руководству, будет уничтожен. Только русский народ их сбросит. Их ретянские народы Балкана крепнут. Русские хотят войти в Средневное море. Это будет пружина. Но это не совсем правда. Правда в том, что Бог их призовет, как своих воинов. Пускаясь, они уничтожат турков в течение одной недели. И когда спустятся друзья Турции, НАТО, чтобы ее спасти, тогда и будет большое столкновение. И они будут повержены. О состоянии прошлой Югославии она принадлежала Ватикану. Это были благословения Папы, великого христианина. Смысл всего этого есть международный сионизм и международная биржа, которая называется Америка. Америка не существует. Сионисты это Америка. Они, как только получают послание сатаны, предъявляют их Ватикану. И все это перерабатывается в планы, которые впоследствии притворяются в жизнь исламом. Это тот путь, который реализует планы сатаны. Они пленили наших правителей. Надежды наши только на Бога. И вы живите по-христиански. Говорю вам ответственно, что вы все это увидите. Не осталось времени. То, что сейчас загорелось на Балканах, будет продолжаться. Это есть последний этап, когда Бог освободит христиан и направит их на истинный путь. И возродится Византия. Знаете почему? Потому что европейские народы объединятся заново. Кто их поведет вперед? Никто не может. Только мы держим православную веру.